Всем привет, друзья! Всем привет! Субтитры делал Dimaik. Друзья, сегодня все это было. Арсен и Арсен, в этом году, третий бой, третий бой, третий турнир, главный бой Арсен и Арсен. Главный бой вечно! Везоблюдение до 70 км. Встречайте, из красного окла, Арсен и Акубов Россия Космиды! Браво! 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 А его соперников и Серега садится представитель Узбекистана. Встречайте Арслав Хуэйсэйк! Спасибо за просмотр! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С ВОДИСМЕНТЫ ОТМООТ 42 БОЛИССМЕНТЫ Mostbet ХАЛКАРО БУКМЕКЕРЛИК КАМПАНИЯСЫ ОДЫСЭЛЕР КЯТТАТАНЛОВА ВА ЙУКОРА КАФИЦЕНТЛЭР ЯНГИ КРИГЕНЛЕРГЕ УЧМИЛОН СОН БОНУС ОС ХАЯТЫНИЗНИМ МУАЛЛИФЕ БОЛИН Нажима, как вы можете сказать, что вы здесь не знаете? Здравствуйте, я вам говорю, что вы здесь не знаете, что вы здесь не знаете. Этот бой, как получилось, у нас на втором туре, да? Да, на втором туре, да, вот у них такой у нас бой появился. Арсен и Арслан, и имя у них там одинаковое, там... Два ли в ад. Да, обоих подготовку мы видели, очень хорошо проходило, как-то там вот. Но там ребята показывали, как он готовится, а тот готовится. Но я видел Арсена подготовка, да? Арсена подготовка. А он там тусил, кайфовал. У него день рождения был, поэтому я думал там. Из-за этого, да. С прошедшим тебя, Арсен. Спасибо. Сколько исполнили? 23. 23. Что еще? Тоже 23, смотри. Арсен и Арслан по 23 года. Одинаковый вес, одинаковый возраст. Да. Ну а так, завтра посмотрим, обоим удачи. Это спорт, в первую очередь. Они должны уважать друг друга и показать, как ты сказал, мы развиваем чисто спорт. И, конечно, в этом спорте эти ребята, молодые ребята развиваются. Им, конечно, столько труд делаешь, столько это делаешь. Конечно. От них просто выйти к России, подраться. И должны оставаться друзьями и обоим удачи. Пускай там хорошей карьеры. Хорошей будущей. Проф карьеры. Да. Чтобы было. Да. Тем более у нее есть очень хорошая мечта. UFC, да, там тоже. Почему нет? Почему нет? В тренировке все получится. Да. Какая мечта у Арсена? Так же у Арсена. Я там, подожди, я Арсена видел, когда он дрался. В кулаке, там я видел, он нокаутом там выиграл. Там тоже хороший боксер, там ударник. Пусть сильнейший побеждает. И оставайтесь с друзьями, чтобы было все четко. Что скажешь метаморфозу? Я очень интересный, я думаю, воин. Вот. Я прям в приз вкушении его. Я так понимаю, что у нас Арсен базовый ударник. То есть выход из них собирается. Сулис, наверное, да? Много было боев. Вот. Арслан у нас, так сказать, дисциплинированный спортсмен. Вот. Немного с половыми ушами. Я думаю, что у него базовый стиль борьбы есть такой. Вот. И это будет такое интересное противостояние, которое покажет, так сказать, реально дух, силу воли спортсменов. Я думаю, что пройдет у нас все на уважении. И что до боя, что после боя. Вот. И поэтому хотелось бы немного раскрыть наших спортсменов. Рассказать нашим зрителям, которые сейчас нас смотрят. Вообще о бойцах. То, что они еще не знают. Вот. И как бы вот очень было бы интересно, да, рассказать. Ну, я думаю, с Арсеном начнем. Арсен, расскажи. Как вообще твоя карьера проходила до того, как ты попал в Лигу Р3 Львиной битвы? Где ты выступал? Чем ты занимался? Какой-то опыт? Да. Посмотрим, да. Хорошо. Ну, что так. Перебил он меня, конечно. Вот. Это провокация. Да, да. Это еще начало. Да, это начало. Ты уже почувствовал. Такого плана тоже у меня там выступать. Ничего такого не было. Ну, я в себе уверен. У меня все получается. Если надо, я могу. Если хочу. То... Ну, я с детства тренируюсь там всякими видами спорта. Хоть я базовый ударник, но в дагестанском духе есть борьба. Как бы ни было, мы с борьбы начинаем все. Да, заканчиваешь? Да. Мне просто не там и не там. Я не думаю, что у Арсена будет шанс, братуха. Так что... Ты не думай, там, что-то получится меня уронить или ничего. Я думаю... Ты тренировался борьбой? Конечно, тренировался. А сколько? Три года. Три года? Ну, это тогда молодым да еще. Но у меня я особо не люблю бороться. Я люблю драться нормально. Ты любишь обниматься? Да. И вот... Я думаю, бой закончится у нас либо в первом раунде, Сразу. Либо в втором уже окончательно должен закончиться. Досрочная будет победа, уверенная. Просто я в себе уверен. Я не знаю, у меня хорошая уверенность. Посмотрим, покажем, как будет. Так что, братуха, эти глушительные жизни, эти... Поправь свои. А ты планируешь на первом или на втором раунде закончить? Да, уверенно, да. А каким нокаутом? Не сомневаемся на первом или на второй раунде. Ну, с стороны Арсена. Посмотрим, как что получится. Я не могу там угадывать или что-то. Я либо его вырублю. Либо уже... Либо вырублю. Либо... Либо на болячку поймаю. Грамотно. Конечно. Вы тоже просто мою борьбу не видели. Я думаю, будет сюрприз. А если вы покажете, борьбу не видели. Ну да, это бой покажет. Посмотрим завтра. Вот вы представляете, что он думает сейчас. А он там ударник, я его забарю, а тут бах. У меня было такое. Я тоже один раз болевым выиграл. Соперник не знал, что я умею бороться. Ты пояс выиграл, да? Ну да, по графику. Не нужно, просто забрал. Просто забрал. Просто забрал. Давайте, ответ. План. Бойга. Бой, да, план. Но, без план. Йоффага. Геймплан? Чкалады, как бы, мемцов в бойге? Выдохнись, выдохнись. А, не вопрос. Я хотел, только Аллах знает, брат, кто выиграл, кто проиграл. Только Аллах знает. Кто сильный, он проиграл. Хорошо? Но выиграл. Правильно. Сильнейший выиграет. По-любому. План как? План завтра покажи всем. Как план? Я за него говорю. Ага. Он говорит, первый или второй раунд хочет выиграть. План говорит секрет. Я его покажу, говорит. Он мне сказал до этого. Красавчик, давай. Да. Давай я секрет оставлю, этот план. Ты-то хоть зачем меня ничьешь, брат? Завтра мы покажем. Нормально будет все. Красиво будет. Короче, секреты, да, ну секреты. Мы готовы к твоей ударке, мы готовы на борьбу. Болевые. Очень зрелищный бой будет. Миша Аллах. Как быстро Арслана имя забудут, завтра он играл? На втором туре он игрался, да? Да, да. Хороший бой показал. Просто это был. Просто, как он подрался, многие ребята начали писать. Арслан, братуха, ты просто не понимаешь, завтра как твое имя все забудут после боя? Да. Да. Можно по-русски много, я не понимаю. Что я говорю? Я говорю завтра, как быстро тебя после боя люди забудут? Ну, ладно. Хороший бой. Хорошо, я не знаю, везде. Скажете. Ставьте, что ты не знаешь, не знаю. Не знаю, не знаю. Профессию не надо. Да. Он говорит, что ты не знаешь головой, не знаешь, давайте. может быть голубой так для себя знаю что вот муротам череда арсене дуста и козга перцессы за на зиму ахадачу бой ха хадага каприца га копликан биртарафтан арсен акам сырдой ролик биртарафтами на яхань джорам арсен до 100 лик конечно вы бой гай биттэс габарит сам биттаса фабула биттаса байк-кабарит сам и киска фабула бу юрташин бодюрам и кога ямин хатах юсфо из болит храман пьяхи нешелок октагом курса тишкирек боляр узы бяхта узы габарса габарса габкуп иртэгамас хабулеады иртэга клетка ёпыляды клетка ничидахамас хабулеады бяхтан арсен акам мощный мощный борец отсюда арс на одну минуту да арсенчик тоже непростой и не из простых пацанов просто так отдал победу нет и он тоже так же как я думаю это бой из самых зеленых и самых лучших боев будет завтра вам я желаю пацаны удачи друг друг уважение это спорт что-то будем объяснять только в октагоне иншаллах все хорошо будет и у тебя и у тебя брат это спорт это просто раз турнир ты проиграл конечно завтра ты будешь опять раз опять попробуешь шуан санс правильный шанс так и дальше поедете ну а сон вам адейсизмана копчили гюртушланом сон вам сэсгаб болит каляхт да говорят все арсен выиграет арсен выиграет арсен выиграет давайте он уже во вене а таких асадыз более как иваны но зен да главная она камаза факат гитрушка мне наида миде мэрта чем на кубе не мой тема это много поддат много разговариваем Моя тема это завтра покажи на октагон. Хорошо, он много не будет говорить, я не буду говорить, много говорить, завтра в октагоне покажу, что я могу. Что покажешь мне интересного? Он сказал, что хочешь. Секрет, Ильхан. Что я же сказал, секрет. Ну давай, завтра он вам не будет. Секреты, не секреты. Ильхан, что надо стойко-то участвовать? Да, пусть будет. Да, пусть готов стойко-то, да? Альц, не ломай голову. Это не спортсментик. Вот ты видишь, вот эта рука? Ильхан, вообще-то бой, как будет? На стойке или на борьбе? Будете обниматься или бить друг друга? Если он стойко, ты на стойко. Да, я стойко. Ну партер, ну партер. В альбом, как это бой, знаешь, многие же так вводят. Как хочешь, как планируешь, так и сделай. Как хочешь, говорю, что хочешь, делай, я готов. Хоть партер, хоть борьба. Ну, завтра покажи. У тебя есть минута со мной разобраться. И все. Если за одну минуту ты вообще там ничего не сможешь делать, ты уже считай, можешь спокойно полотенце ему кинуть. Вот так. Потом будет жестко после второго троунда. На наши секреты полотенце теперь не ходят. Ну, самое интересное, что меня больше всего удивило, как он уверенно вышел, когда вот он сделал вызов. Есть желающие. Видел в этот момент, да? Да, прям он был готов прям вот скинуть пиджак и все. Да, да, да. Вот тогда надо. Вот момент вы могли драться, да? А тебе тогда быстро выиграл же бой, да? У тебя был короткий бой? Неуставший бой? Все короткие. А все короткие бойы? Все 47-27 секунд там. Минута даже не идет. Я еще был уже драться. Помоги, драться же. Где я проиграл? На три минуты проиграл. Эй, он две этих сделал мне нифига не проиграл там. Две прохода сделал, он мне уронил эти проходы ему отдали. Совершение. Там знаешь? Нет, ты его не уронил, наоборот, тебя он уронил. Я же говорю, он меня два раза уронил, просто проход сделал, как девочка уронил. Это наш одноклубник был. Адурасул. Ага. Помните? А я понял. Они оба 74 килограмма стекли, правильно? Я не знаю, кто там судья сидел, все там ключи. Он первой схваткой проиграл. Арсан на поезде играл. Не хотел бы сказать, но он сам. Я просто Арсану шанс дал тогда. Понял. Не, на самом деле я не знал, что один раунд я первый раз выступал, один раунд. Я просто заряженный был. Я вообще не думал о его проходах. Просто шел вперед, жесть. И вырубал его, можно сказать. С разворота, как угодно. Как наоборот. Ты видел, посмотрю, кто там выиграл на самом деле. Я не знаю, эти суды там. Из-за проходов, я базарный, из-за проходов сделан, два-три прохода просто взял. А если завтра еще будет проходов... А завтра просто не один раунд будет, понимаешь? Ага. Вот в чем прикол. Если было бы пять раундов, ой. Сделайте пять раундов, если можно. Ну, я не знаю, если Арсан... Он же спортсмен, нормальный, как вы говорите. Я согласен, конечно. Ты готов на пять раунд? Да, как ММИ. Как сейчас будем драться, так только пять раундов. Готов? Да, готов. По три минуты. Арсень, Арсень, я нас один раунд хватит. Ты уверен в этом? Чтобы разобраться. Все понял. Я запомнил твои слова. Один раунд хватит, Руслан Агар. Я его уверен. Как ММИ. Давай. Главный бой вечера. Как и должно быть? По пять минут можно. Ну, у меня... Подожди, потом люди скажут, потому что он за борец, а он ударник. Нет, подожди. Кто сказал? Кто сказал, что его ударник? Потом люди будут говорить, а специально, короче, борцу эту сделают. Понимаешь? Да никто не будет говорить ничего. Нет, вообще-то он предлагает. Главный бой. Он предлагает. Я не предлагаю, но... Главный бой. Там же, вы видите, что он же поднимается же. Какая назинца? Ну, не знаю, что подумать. Главный бой вечера должен быть, по идее, пять раундов. Пока нельзя. Вы должны в этой праве драться. Пока я знаю, во всех этих турнирах главный бой вечера бывает пять раундов. Три раунда никогда не было. Если это на самом деле главный бой вечера, то я готов, я заряжен. На все пять раундов готов, хоть и по пять минут. Если его... Давайте сделаем так. Три раунда. Я что ли? Я что ли не буду держаться? Давайте сделаем так. Три раунда, если ровно будет экстренный раунд дадим. Согласен с тобой, да? Да? Экстренный раунд там не бывает. Нет, это уже... Пять раунда сделаем? Да. И все, я готов. Давай пять раунд. Все. Все. Вы договорились. Все. Все. Ребята надо поговорить. Эй. Уже все. Абайсы согласны. Договорились. Я считаю, что... Хорошо. На счет этого завтра вам скажем. Они же должны настроиться уже, наверное. Уже настроиться. Не, один день остался. Как будет настроиться? Подготовка все прошло. Уже завтра бой. Они будут сегодня отдыхать. Пять раунд, три раунда. Без разницы. Мы готовы. Это же последний бой будет, правильно? А? Последний бой будет. Ваши? Да. Ну вот пять раундов сделаем и все. Главный бой? Три. Вот какой есть. Да нет, дядька. 105 раундов. Он же хочет. Он хочет. Ты тоже хочешь. Но я хочу, чтобы ему полотенце кинули. Мы оба какие-то... Нет, на самом деле будет очень интересно посмотреть. Договорились о пяти раундах. Мы, может быть, да. Сейчас скажем... Три раунда. А потом можем завтра пожалеть. Да, и потом другие будут сказать. Вот почему нам был бы тот же такой раунд. Я бы был... Во всех таких. Во всех таких. Нет, во всех таких. Тогда давайте. Экстра раунд, если что, будем давать. Вот ваши четыре раунда. А? Я как думал, это экстра раунды. Не дай. Если что, нет. В конце второго, второй раунды все будет еще. Нет. Пускай. Нужно экстра раунд, да. Там видно будет уже. Ну, они полностью заряжены. Я думаю, ну, два раунда можно. Нет. Мне без разницы. Просто во всех организациях, главный бой вечера, когда смотришь за поезд, бывает пять раундов. Вы даже не за поезд даете? Главное. Не за поезд. Как бы ни было. Как бы ни было. Там поезд принесут кто-нибудь. Один. Что там такого? Да. У меня есть дома. Я принесу. У него тоже есть. Заберут. Ты принеси свой поезд завтра. Я твой поезд заберу завтра. Принеси сюда, побратцы. Много зрителей смотрят. Не надо обманывать людей. Да. Обманывать? Да. На счет чего? Который твой, который дома у тебя есть поезд. Не надо сюда привезти. Нам нужны и R3 поезд. Я говорю. Следующий бой. Если поезда нету, то можно найти. У него есть. Принесет. Я завтра заберу его поезд и уйду. Вот что я говорю. У тебя же есть поезд, Арслан? Да. Принеси. Ну хорошо. Считай, что ты его защищаешь. Дали, да? Поезд сигнал от Кедди. Защит Кедди. Дыши, Арслан, дыши. Дыши, пилы. Воды пересетим он, по-принеси. Арслан, Ханай, не могу сказать, что он не может быть. Кушлик тарапы, но мы Арсанин. Кушлик тарапы. Кушлик тарапы. Кот разно. Слова? Мой учился в этот день. А ты как думаешь? Сильная сторона его? Слаб приют взял. Его сильная сторона? Я же говорю, одна минута его сильная сторона и все. И все. Он дел его просто, понимаешь? Я не могу сказать, что он не может быть. Я не могу сказать, что он не может быть. Я не могу сказать, что я завтра покажу. А ты покажу. Все. Пять раундов. Не надо. Не надо. Все. Я еще раз говорю. Завтра кто выиграл. Аллах знает. У тебя. Но у вас может такое быть. Вот бой выиграть. Может Арсен выиграть. Или там Арслан выиграть. После боя у вас останется во все. Какие-то друг с другом. Все равно как бы не было это. По ПММ она есть. Какие-то вот это. Чисто уважение бойцовское, спортсменское. У меня даже нет вообще никакого этого претензия. Я очень сильно уважаю даже. Это просто это. Ну вы же знаете. Да. Просто нервничай. Я хочу его успокоить. Завтра успокоить. Не надо. 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 Это не должно быть у нормальных бойцов. Он что? Он что? Ну как, у нас есть. У нас в первой бою. Ну посмотри на него. Но не можешь на него газовать. Просто СТТ глушаки одел и все уже. Да, да, да. Вот смотри. Да, да, да. Все понял. Вот просто в первом турнире парнем игрался. Первым турниром игрался. Он выиграл. Этот парень сейчас с ними. У них хорошие дружеские отношения. Они даже один зал ходят занимать. Понял? Это означает, что это все возможно только хорошее. Все это возможно, да. Не, ну всегда, так сказать, хорошая драка укрепляет отношения. Мне кажется, это везде такое было. Драка не было. Это в первую очередь. Они спорт показывают. Да. Россия, Дагестан показывают. Там, например, Узбекистан это показывает. Вот, кстати, раз зашел разговор об этом, хотелось бы спросить у Арсена. Расскажи, а вот в организации в основном очень много выступает земляков Арслана. Как ты смотришь на то, что идет поддержка у него? А у тебя вообще есть поддержка? У меня есть, конечно. Есть. Но у него в любом случае больше, так сказать. Да, конечно. Есть, ты ощущаешь какое-то давление или какое-то... Какое давление? Может, посмотрите на него. Такое миленькое. Даже бить его даже особо жесть. Не могу я много. А вот когда вот после этого боя захотят с тобой очень много людей пилить? С любым. Ты каждому. Знаешь, сколько мне пишут? Давай со мной, давай со мной. Я всем готов. А, тебе пишут? Конечно пишут. Вот, смотри. Футболку сделай, да? Видео вышло в YouTube, да? И про вас минифильм снимали. Был ли у тебя какое-то предложение, допустим, побороться, подраться или на улице? Был такое? Ну, то есть угрожали люди? Не, мне пишут, например, давай со мной выйди, короче. Ну, рыба какая-то. Ага. Смотрю на него, рыба пишет. Э, тебя сломают туда-всюда. Ну, что я ему говорю? Он же не сможет этого сделать. Ну, я понимаю, там какой-нибудь спортсмен написал бы. Ну, я не знаю, там пишут какие-то, бля, собачки. Собачки же сломают, да. Я даже им не отвечаю. Если не хейтеры, то у тебя больше хейтеров получается? Конечно, да. Ну, и очень много уважают и поддерживают. Да, да, да. На самом деле, да. Ну, вот, кстати, я знаю одну такую, такой момент, что если вот, допустим, Арслан выиграет, то все хейтеры станут его болельщиками. А если он выиграет, то его болельщики станут его хейтерами. Да, всегда такое было. Аудитория, она меняется. Почему? Такой вопрос задай, Арслан и тоже, брат. А Арслан, вот что изменилось у него что-то? Да, вот, видео-черты, ютубка, а? Сларды бой, а вот, спиртатик мини-фильм для, не мовызгарды? А, что жерты изгарды? Да, да. Изгарды, да. Хм « mem ex» Кринск, слаги, слаги, лой-лой-няхи, да, да. Оно, «маз» Да, да. Кринск, кто смотрит там, то кто смотрит. Все мы смотрим, что смотрят там, кто смотрит там, то, что смотрят там. Я смотрят там там там, там там там, там 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 там, я advancement. Коментария. Так что, зачем ты делаешь? Да, я слышал. Я слышал, я слышал. А, слушай. Спасибо. Узбекские братья поздравляют, желают победы, истории поставят, но на самом деле есть очень много истории. Мы дружный народ, я думаю, у нас вы после турнира становитесь очень крепкими друзьями, мы за это, мы для этого и существуем, чтобы все народы здесь дружились и развивали спорт вместе. Вот самая главная цель у нас вот это именно. Просто насаженные слова, почему у нее аудитория много, да? Вот Рустама, если взять, Рустама, да, сам из Узбекистана, аудитория, конечно, все оттуда, все из-за этого, он вызывает их, все только узбеки не это скидывают, ну, заявки, да, хотим участвовать. Он мне говорит, окей, найдите, говорит, там с Киргизстана, там с Таджикистана, там еще откуда-откуда, да? Многим ребятам тоже вот говорим, там, ну, кто-то проходит участвовать, кто-то там, ну, по-разному, да? Но все равно аудитория, да, больше аудитории именно с Узбекистана. Из-за этого так получается. Видишь, наверное, пар где-то 20, я примерно считал, 22 пар, только в Узбекистан, в Узбекистан, ребят, друг к другу уходят. Да это же спорт, ага. Да, это спорт. Я считаю, что тут надо, так сказать, здоровая конкуренция должна быть, и неважно, тут не делятся люди на нации, вероисповедания и так далее. То есть это спорт, и просто нужно показывать себя, как спортсмен в первую очередь, оппозиционировать себя, что ты показываешь свои навыки, свои способности, свой дух. Вот, это самое главное. Ну да, в любом случае, Арсен, мы рады, что ты с нами. Да, спасибо. Я думаю, будет дальше больше интереснее и более зрелищные бои. Как вы думаете, Арсен? Арсен, завтра тебе удача, на бою. Если не проиграешься, не расслабляйся, мы можем тебе отдать шанс. Не ему, но есть у нас еще легковест, 66 килограмма, Давлад Усманов, можешь с ним попробовать. А без такой категории? Не, 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 без разницы нам. Пускай он будет 80 килограмм, он готов. Они уже уверенны, да, он выиграет, потом... Да, да. Не, ему мы хотим, чтобы это был шанс, 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 это как шанс. Короче, ты не понравился, понял? Они не хотят, чтобы ты в Лиге уходил. Они хотят, чтобы ты в Лиге был. Потому что следующего соперника? Они уже уверены, что Арсен проиграет, и следующий будет тот, который он говорит. А он меньше весит. Какая разница, весит, я не знаю, что бывает, на самом деле. Весит 5-10 килограмм, это вообще ни о чем. На самом деле, для меня это так. Главное, это дух. Ты же не знаешь, с кем на улице подержишься. Такой весит. Так и здесь тоже. Ты же не будешь, чтобы, стоп, подожди. На улице драться, мы считаем, это неправильно. Тот, что хочет драться, вот октагон, чистый спортивный интерес. Если хочешь драться, берись ринге. Я спокойно могу на 68 уверенно сгонять за 2 дня. Спокойно, да. Но я не люблю гонять в Санскому. Ну, посмотрим. Если на это дойдет, я смогу испарнуть 68. Можешь последнее слово говорить Арслану? Что, Арслан? Арслан, удачу я не скажу тебе, потому что удачу говорят неудачникам. Так что держись и покажи себя конкретно, как можешь. И не забудь поезд тоже принести сюда. Чисто по-брятски я заберу тебя. У меня тоже рука, видишь, железная она. Я знаю, у тебя рука как. Да. Как девочка. Вот так? По-русски более, более сразу. Вот так? Какая? Спасибо вам тоже. Очень приятно на самом деле, но нету никакой там ненависти или что-то. Приятно на самом деле, посидеть. Всем спасибо. Есть только позитив и уважение. Самое главное это. Также удача в твоем. У тебя же есть какие-то планы, мечты. Правильно? Вот мы это там, все сами знаешь. Чтобы это было. Я знаю, там, допустим, планы какие. Чтобы у вас это все получилось. Главное, чтобы не было, оставайтесь человеком. И все у вас получится. Тогда у вас все получится. Все хорошо будет. Вам удачи в завтрашнем бою. Думаю, покажете мощный бой. Мы от вас только отойдем. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Всем в Узбекистане. Вам в Олегу. До новых встреч. Пока-пока.